Всем привет! Продолжаем знакомиться с терминалом в Ubuntu, Linux Ubuntu, и сегодня команда History. Итак, все команды, которые вводите, она хранится в истории. В самом простом случае, когда вы попадаете в терминал, вы можете нажимать кнопочку вверх, и вы видите самые последние команды, которые выполнялись. Вот. Смотрите. Как включить историю команд? Точнее, отключить. History. Вот. Там нажали, автодополнение. History. Все. История команд отключена. Как ее включить? Включить можно вот так. Ну, зачем ее отключать? Ну, чтобы не сохранялось никуда, не знаю. Или, возможно, вы какой-то там админ, не знаю, и не хотите. Или на компьютере много людей работает под одним и тем же пользователем, и вы просто не хотите, чтобы историю ваших команд кто-то видел. Вот. Наверное, вот так вот. Наверное, для этого нужно ее отключать. Короче, есть такая возможность. Отключить. А вот как включить. Set-o-history. Это включили. Дальше. Количество хранимых команд определяется двумя переменными. И эти переменные находятся в файлике вот здесь. Сейчас я вам покажу. Файлик bash.rc. Если мы посмотрим, следите за мышкой, то вот hist-size 1000 и hist-size. hist-file-size 2000. Это у нас hist-size. Определяет количество команд хранимых в памяти, а вторая переменная определяет количество команд хранимых в файле. Да, можно хранить в файле. Смотрите. Значение этих переменных можно посмотреть вот так вот. То есть мы вводим hist. И там нажимаю, и видите, мне уже идет подсказка. И мне надо hist-size. hist-size 1000 и надо hist-file-size 2000. Вот, соответственно, можно это все изменить. Далее, чтобы посмотреть историю, к примеру, последних команд. History, нажимаю Tab, автодополнение, например, 5 команд. Нажимаю Enter. И, соответственно, как вы видите, вот история последних 5 команд. Чтобы посмотреть историю, понятное дело, 10 команд, можно ввести 10. Дальше, например, посмотреть всю историю и вывести те строки, в которых есть, ну, команда install. Для этого можно воспользоваться history и утилиткой grab. Grab. И здесь я хочу отфильтровать, отфильтровать, к примеру, по install. Вот так. Нажимаем Enter. И, как вы видите, из всей истории у меня полностью показана вся история, где встречалось слово install. Либо, там, например, можно в кавычках взять git-клон. Ну, это если у нас с пробелом, да, к примеру. Вот git-клон. Вся история по git-клон, да, за последнюю тысячу команд. Вот все, что я там клонировал. Дальше, например, мы хотим удалить, удалить команду, ну, какую-то команду. Ну, например, вы могли случайно, к примеру, ввести пароль вместо параметра. Ну, такое иногда бывает в консоли. И это, конечно же, может отобразиться в истории, что небезопасно. Потому что кто-то может посмотреть вашу историю, увидеть какие-то символы и предположить, что это пароль. Вот. Либо вы, в данном случае, не хотите, чтобы кто-то увидел вот-вот это. Что вы клонировали, к примеру, этот репозиторий. Номер команды 1415. Для того, чтобы удалить, мы пишем вот такое. History и тире d и 14. Так, что мы там? 1415. Удалили. А теперь давайте попробуем git-клон сделать. Что у нас тут? 1415 уже нету. Уже нету все. Я ее удалил из истории. Дальше, чтобы, к примеру, повторить предыдущую команду, ну, давайте вот калер я очищу этот. Нажму вот так вот несколько enter. Или давайте, давайте ls. Давайте ls. Так вот, чтобы повторить последнюю выполненную команду, просто два восклицательных знака. Вот так вот. Как вы видите, ls. Так, она в истории не сохраняется. Вот. То есть, два восклицательных знака повторяют предыдущую историю. Дальше, чтобы повторить команду, которая была выполнена, к примеру, там, предыдущую, ну, предпредыдущую, то надо вот так вот. И минус два, или там, и минус три, минус четыре, то есть, соответственно, вы на такое значение отклоняетесь назад, да. Дальше, чтобы, к примеру, выполнить команду, ну, давайте, давайте, давайте. А, у нас была одна из последних команд, clear, да. И, например, если вы хотите выполнить последнюю команду, которая начинается на вот такие слова, ну, к примеру, clear, да, то как? Будет идти поиск по истории, и первая команда, которая совпадает с этими первыми двумя буквами или тремя, будет выполнена. Выполнена, то есть, выполнена со всеми аргументами. Давайте, да, вот, clear, то есть, в history была команда clear, соответственно, она выполнилась. То есть, еще раз, да, нужно восклицательный знак и какие-то буквы, к примеру, su, да. Соответственно, если вы последнюю команду вводили с помощью sudo, и какие-то параметры передавали, то она будет выполнена. Вот, дальше, дальше можно точно так же, к примеру, sudo, и выполнить какую-то вот последнюю команду, да, вот, sudo clear, вот, от имени администратора вызываем clear. Либо, к примеру, номер команды, можно выполнить, от имени администратора можно выполнить вот так вот, sudo, и, к примеру, команда номер 123. Что это за команда? Ну, такой команды нету, потому что там уже номера за тысячу уходят. А вот, но, тем не менее, вот таким образом вы можете от имени администратора выбрать команду номер. Дальше, к примеру, очистить историю. Давайте history, вот, посмотрим всю историю. И теперь очистим ее, не, давайте не будем очищать, а то пригодится, не, давайте очистим. History и sc, clear. И теперь давайте попробуем вывести history. И, как вы видите, в history только непосредственно history. Теперь давайте clear, и теперь давайте опять history. Как вы видите, в history history clear history. Дальше, к примеру, вы выполняли какую-то команду, ну, давайте, например, вот такую. Когда-то вы там хотели посмотреть содержимое какого-то файлика, вот, например, вот-вот такого. Вот, вы посмотрели его, дальше у вас там был clear, дальше там ls, дальше там что-то еще, history, вот, и все такое. Так вот, дальше 5, clear, ну, короче, много команд. Так вот, если вы хотите выполнить команду, которая, в имени которой есть под строка, к примеру, xorg, говорит, а у нас была такая команда, да, мы, я запускал просмотр в терминале, содержимое этого файла. Так вот, если вы хотите это сделать, ну, смотрите, вот, вот это, что я ввел, да, восклицательный знак, знак вопроса, xorg и знак вопроса. То есть, это будет выполнена последняя команда с под строкой вот этой. Давайте нажмем enter. Как вы видите, она была выполнена. То есть, если мы посмотрим history, то в history была найдена, вот, начиная вот отсюда, шел, 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 шел поиск, и нашло, нашло, нашло наше совпадение, и была выполнена команда со всеми аргументами. Есть. Теперь, смотрите, поиск по истории. Нажимаем control-r. Control-r, как вы видите, немного в терминале что-то изменилось. Вот. И, и можно, можно, можно. Давайте escape нажмем. Давайте вот так вот выполним ls, lsa, там lsm, lsa, вот так вот, ls, вот так вот. Вот, m, и все, разные команды повыполняли, вот. И теперь смотрите, поиск по истории, сейчас по ls посмотрим. Нажимаем control-r в терминале. Дальше, смотрите, пишем l, смотрите, что нашел, сразу clear, s, смотрите, ls. Вот здесь то, что вы ввели, сейчас я backspace нажму, как вы видите, l осталось. ls, и теперь смотрите, чтобы найти следующее совпадение, нажимаем control-r. Как вы видите, вот в истории находятся все совпадения ls. Нажимаю дальше control-r, ничего не происходит, потому что я дошел до конца. Теперь, чтобы мне двигаться опять в предыдущую сторону, нажимаем control-s. А, control-s. А, вот сейчас произошло, что сейчас произошло? Засыпание. То есть для некоторых терминалов control-s приводит к засыпанию. Соответственно, для этого, чтобы отключить для текущей сессии засыпания, надо выполнить вот такую команду. i, x, on, во. Вот так вот. Теперь давайте опять control-r, ls. И давайте поищем вперед. Вот, а теперь нажимаю назад, control-s. Вот, идет поиск. Ну, можно вот остановиться на ls и нажать enter, и она отработает. Дальше. Ну, то есть это у нас отключает засыпание для текущей сессии. Ну, чтобы для каждого запуска это делать, то это надо там в скрипте или в bash-rc прописать, или еще где-то. Ну, об этом как-то будет видео потом. Вот. Короче, дальше. Для того, чтобы перемещаться по истории команд, ну, например, давайте какую-нибудь вот такую, да, то у нас есть control-f, control-f, точнее, control-b. Control-b мы перемещаемся на один символ влево, control-f на один символ вправо. Вот. Ну, потому что, возможно, надо будет вам что-то отредактировать. Дальше. Control-a. Она перемещается в начало строки. Control-e в конец строки. Ну, это удобно, если вам надо редактировать. Дальше. Alt-f. Перемещение, давайте, control-e, перемещение, alt-f, перемещение на начало предыдущего слова. Точнее, control-a, alt-f. Как вы видите, перемещается по словам. Alt-b на предыдущее слово. Alt-b. Ну, для этого желательно, ну, чтобы это все в голове не держать, просто распечатать себе список этих команд и держать под рукой всегда. Да, то есть, вот, alt-b, alt-f. Перемещаемся по словам. Дальше. Дальше. Control-d. Удаление символа, на котором стоит курсор. Ну, это понятно. Можно либо кнопку del, delete нажать, либо alt-d. Дальше. Дальше, смотрите, можно сделать еще вот так вот. Control-k. Control-k удалит все символы справа от курсора до конца строки. Вот, я нажал control-k. Вот, давайте переместимся еще раз к новому слову и control-k нажимаю. Дальше, alt-d. Удаление всех символов справа от курсора до конца текущего слова. Ну, давайте я перемещусь. Давайте, alt-b и давайте, alt-d. Как вы видите, x11 удалилось. Только одно слово. То есть, не все после курсора, а только одно слово. Тоже удобно для того, чтобы что-то менять. Ну, и еще control-y. Это вставка удаленных символов и слов, удаленных при помощи двух предыдущих комбинаций. Control-y, control-y. Как вы видите, вставляется наше x11. Вот. Ну, еще пару, 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 пару интересных примеров. Так. Сейчас. Так, получается. Получается, получается. Смотрите, у нас, ну, здесь в примере было cat, etk, там, x11 и все такое. Давайте посмотрим history. Вот. Ну, давайте history. D. Вот это удалим. 702. 702 удалим. Вот. Потому что она неправильная. Вот. И у нас есть в истории тоже, опять-таки, просмотр какого-то файла. Так вот. Так вот. Мы что-то выполняем. Но это полезно для bash скриптов. Мы решили перейти в директорию etk.x11. Из команды, из последней команды, вот мы делали последнюю команду, вызывали cat, просмотр содержимого, ну, грубо говоря, просмотр содержимого файла. Так вот, мы решили перейти в директорию, в директорию, ну, которая была указана в качестве аргумента. Как это можно сделать? Как это можно сделать? Можно сделать вот так вот, сиди. Дальше, смотрите. Восклицательный знак cat. То есть, будет найдена последняя команда с совпадением, да, cat. Дальше, смотрите, вот что такое, две точки и знак доллара. Знак доллара извлекает последний аргумент. Последний аргумент, вот он, вот он последний аргумент. То есть, возьмется, команда cat найдется, дальше из нее извлечется последний аргумент. И, смотрите, двоеточие, h, h извлечет путь без имени файла. Так, нажимаем Enter и, как вы видите, мы перешли в эту директорию. Точно так же можно извлечь имя файла. Имя файла мы опять-таки пишем, что вот так вот, cat, дальше, двоеточие, знак доллара. Это извлечь последний аргумент. И дальше у нас идет t. Вот t у нас, как вы видите, извлекло и имя файла. Имя файла, вот оно. Ну и можно еще отрезать расширение. Это сделать можно вот так вот. Опять-таки пишем cat. Дальше знак доллара. Вот. Дальше, например. Ну, например, r. r, что у нас сделало? Как вы видите, у нас отрезало backup. Было только xorg.conf. Вот он, вот он. То есть backup отрезало. Если мы продублируем несколько раз r, то отрежется еще conf и так далее. Ну, это иногда бывает полезно для того, чтобы отрезать расширение таких архивов. Ну, возможно, вы видели. Tar.gz, там точка может быть что-то еще. Дальше. Для того, чтобы выполнять, сохранять точнее время выполнения каждой команды, нужно экспортировать вот такую переменную. Экспорт. Сейчас давайте я очищу. Clear. И сейчас напишу. Вот. Нужно экспортнуть такую переменную. Но это будет работать только для этой сессии. Давайте history посмотрим. Вот history. И вот у нас. Вот у нас. Вот у нас. Даже давайте, наверное, пробелы поставим. Поставим вот так вот пробелы. А ну-ка. History. Вот пробелы. Пробелы. Время. Время. Ага. Надо еще вот здесь пару пробелов. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А вот. То есть export. Hist. Time. Format. И здесь мы указываем, в каком формате. Ну, это только для этой сессии. Для того, чтобы для всех сессий, то нам, не нам, а вам, нужно добавить эту команду в конец вот этого вот файла. Вот где-то в конец сюда добавить этот export. Вот. В bash. RC. Дальше. Дальше. Что можно еще сделать? Можно еще сделать, вот, выполнить вот такую команду. с. Шоп. С. И. Хист. Аппенд. Если мы выполним эту команду, то команды будут добавляться в файл с историей. Они будут его перезаписывать. Опять-таки, это будет работать только для текущей сессии. Соответственно, чтобы у вас работало для всех сессий, это нужно добавить. Эту команду нужно добавить в конец файла bash.rc. Ну и напоследок, ну и напоследок, если вы хотите сделать так, чтобы ваши истории сохранялись мгновенно в историю файла, то нужно добавить следующее. Вот, вот это. Смотрите, если у вас переменной prompt command уже еще не было, то добавить в конец файла bash.rc вот это. Если же команда prompt command уже была установлена, то добавить вот, вот это. Как посмотреть вообще, установлена ли эта переменная или нет? Ну, можно самым простым способом, через echo. То есть, посмотреть, ой-ой-ой, посмотреть ее содержимое. Как вы видите, переменная установлена. Соответственно, если вывод, ну, если есть вывод, значит, переменная установлена. Значит, в этом случае для этой сессии, опять-таки, для этой сессии, чтобы все время так работало, вам надо добавить вот это в конец файла bash.rc. Так вот, для чего это надо? Ну, для того, чтобы мгновенно было сохранение. Потому что иногда может резко отключиться питание, у пса у вас нету. Либо вы можете быть в какой-то сессии SSH, и опять-таки нужно где-то сохранять что-то. Короче, если вам критично сохранять это все сразу, то, пожалуйста, сделайте вот это, и у вас будет сохраняться мгновенно, а не после закрытия сессии. Потому что все бывает, и бывает резко закончился свет, и все у нас прервалось, и ничего не сохранилось. Вот. Ну, это все у нас есть на Патреоне продублировано. Вот. Подписка под текстовые сообщения стоит 1 доллар. Поэтому для поддержки канала можете оформить себе эту подписку. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.